Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала. Сегодня будет такое видео аналитическое, разбор, вот как вы любите, ну некоторые из вас. Мне зрители прислали ссылку на интересное довольно-таки видео врача Егорова, если я не ошибаюсь. Канал называется «Дневник врача Егорова». Сразу скажу, что сегодня 28 апреля, ну, 2022 года, это так, чтобы, так сказать, кто-то через год-два посмотрит, знал, что по датам последовательно было. Вот, а данное видео было опубликовано 24 апреля 2022 года под названием «Анализы фруктоеда ДОК поясняет». И здесь надо разделить выступление данного врача, такой качок он, мощный такой довольно-таки врач, ну, по крайней мере, мощный по внешним данным, так сказать, габаритам и накачанности. Спортивный молодой человек, скажем так. А он анализировал две вещи. Первое – это того самого Артёма Фрукторианца, с которым у меня было два видео, две записи. Первое – до того, как были готовы результаты его анализов, пока доктор Греков его тестировал, вот результаты пришли. И после результатов анализов было у меня второе видео – разбор вот тех самых дефицитных состояний Артёма на сыроедении. Напомню, что он на фрукторианстве чисто, по-моему, полтора года и более года не пьёт воду. Но это-то как раз понятно, потому что из фруктов, овощей сочных, где 70-85% воды он получает, довольно много воды, потому что он ест по 4 килограмма не менее фруктов в день. Поэтому там 3 литра воды у него выходит. Но поскольку он на длительном фрукторианстве, у него часть показателей ниже нормы, и вот мы их разбирали. Разбирал доктор Греков, разбирал я, и сейчас разбирает вот этот вот врач Егоров. Это первое, о чём он говорил. А второе сразу скажу о том самом известном многим из вас, ну кто в теме сыроедения веганства – это Андрей Счастье. Он куда-то пропал, больше года его нигде нет, на его канале более года не было новых видео. Последние свои записи он делал редко, и он начал резко худеть, как он сам говорил, чуть не умер. Андрей – человек особый, он не признаёт никакие анализы, исследования, ну вы помните, наверное, да, кто смотрел. И вообще человек специфический, ходил босиком об этом, кстати, важном факте, очень важном, я скажу в конце видео. Собственно говоря, тут есть зерно определённое, разумное, рациональное, важное. И вот оказывается, дорогие товарищи, Андрей Счастье, хоть доктор Егоров его не называет, но приводит фотографии, где, кто знает Андрей Счастье, поймёт, что именно про него речь и идёт. Так вот, он его приводит в пример во второй части своего выступления и говорит, какие проблемы с этим человеком случились на сыроедении, фрукторианстве. Ну и делает из этого некие выводы, вот о выводах мы поговорим. Я распечатал, как всегда, тезисно конспектировал его выступления. Ну, для аналитики так положено делать, это правильно, грамотно. Давайте по порядку. Итак, начну с того, что он говорил про Артёма. Он не во всём согласился с доктором Грековым. Это тот самый доктор Греков, который брал у него анализы. Ну, доктор Егоров считает, что холестерина наш организм не может производить в достаточном количестве, сколько нам требуется, хотя это не так печень производит холестерин, даже больше, чем необходимо. Другой вопрос. Очень многое зависит от типа питания, от диеты. Очень многое. Когда человек с одной на другую бросается, у него ещё биохимия не успевает перестроиться, безусловно, возникают проблемы. Да, кто длительно на определённом типе питания, с определёнными проблемами, о которых я тоже сейчас скажу, напомню, хотя говорил уже раньше, тогда возникают ошибки. Но иногда люди, некоторые случайно, пусть не по знаниям своим, а так совпало, не имеют этих определённых проблем, и тогда действительно вроде результат анализов у них по некоторым показателям ниже нормы, но они прекрасно себя чувствуют, и те симптомы, которые должны обязательно возникнуть, но по причине дефицитов тех или иных, они не возникают почему-то. И вот это-то важно, ведь бьют, как говорится, не по паспорту, а по морде, перефразируя. То есть, важен, так сказать, не только там внешний вид, но и самочувствие человека, его трудоспособность, мыслительные функции и так далее. Кстати, в этом смысле Егоров говорит, что такого быть не должно, но, вероятно, пока компенсаторные механизмы, пока мышцы накоплены, ведь белок он не получает, а Егоров считает, что белок только животное может дать человеку и мышечную массу, и гормоны, и всё остальное. Это, ну, действительно удивительно, почему в такой хорошей физической форме Артём, казалось бы, это не должно быть. Но он это списывает на то, что он ещё молодой, хотя просто, что он молодой, ничего не объяснять. Надо было тогда рассказать про выработку гормона роста. Хотя, впрочем, он сказал, что потеря мышечной массы приостанавливается из-за того, что он активно тренируется, а это и есть провоцирование увеличения мышечной массы, и в этом смысле, да, хоть что-то сказал. Ну, идём дальше. Разумеется, он говорит, наш организм синтезирует белок и не из субстратов, а из аминокислот, но считает, что недостаточно. Хотя, на самом деле, достаточно вопрос работы кишечной микрофлоры. Нет ли у человека сибра, синдром избыточно-бактериальный рост, нет ли дисбактериозных состояний, нет ли синдрома дырявого или перфорированного кишечника, я бы добавил. Тестостерон, он далеко не у всех сыроедов на нуле, как правильно сказал Егоров. Хотя у него в 4 раза у Артёма меньше ниже нормы, а это плохо, и в таком, говорит, молодом возрасте, ну, действительно, хотя он и говорит Артёму, что у него, как говорится, с половой сферой всё в порядке, но вот считает Егору, что вряд ли. А про Андрей счастье так прямо сказал, ну, дальше скажу, что... Так вот, он говорит, конечно, это, по сути, ребёнок получился, добрейшие люди, сыроедные, потому что у них тестостерона мало и так далее, хотя я вот 10 лет, да, на полном был сыроедении, сейчас я не на полном сыроедении, но... И у меня было в этом плане всё, я анализы сдавал, всё в порядке, на жесточайшем, строгом, сыроедении, но грамотном. И я понимал, что есть дефицит и не дефицит, я на это дело не забивал. Я сдавал жена, всё в порядке, и никаких проблем нет. Поэтому... А ведь что значит истина? Ну, о чём она говорит? Ну, практика критерий истины, правда? Значит, если мы на практике видим не только физическое состояние, но и, допустим, кто-то верит только в результаты анализа, пожалуйста, вот у меня всё было в этом плане нормально. Ну и на практике. У Артёма анализы проблемные, но на практике тоже всё хорошо. Ну, по крайней мере, так он говорит. Ладно, но есть такие люди? Безусловно, есть. А если есть, нам надо искать причину в чём-то ином. Где тут теория с практикой расходятся? Ну, добрейшие люди, что, мол, хотя я вот был сразу, но я не добрейший человек. У меня обострённое чувство справедливости, и поэтому характер тот ещё, так сказать. Поэтому я и спуску не дам, и прочее. Ну, знаете, многие зрители. Но, по крайней мере, по тем заочным полемикам, отношению к тем или иным жизненным важным и общественным ситуациям и так далее. И вот врач Егоров согласен практически во всём с грековым врачом. Но есть одно принципиальное отличие, в чём он не согласен. Тут, видите, как врачебные, не просто мнения, а знания, видимо. Знания. Потому что мало ли какое мнение. Мнение должно быть основано на знаниях, а не потому, что так хочется что-то высказать. Вот это, кстати, меня бесит страшно. Мнение. Не должно быть мнений. Знания должны быть. Ну вот, значит, приводят аргументы доктор Егоров. И говорит, что доктор Греков был неправ прям чётко. И вот в этом они с доктором Грековым расходятся. А в чём именно? ГСПГ показатель такой, что у Артёма он был прям, ну вот, выше верхнего. А это, мол, белок старости. Как говорит доктор Греков, что у него организм получается. По этому анализу, в который он свято верит, если он показатель 79 единиц, то это равно 79 годам жизни. То есть, мол, организм как будто у 79-летнего пожилого человека. А вот Егоров говорит, что это чушь полная и неправ Греков, другой доктор, в том, что он вот так это анализирует и поясняет. Так вот, Егоров говорит, что ГСПГ зависит от уровня инсулина. И у всех людей, кто много тренируется, показатели жира незначительные. Вот, процент жира. И тогда будет высокий ГСПГ, при том, что показатель жира низкий. И это не показатель старения, а у Артема низкий показатель жира. И продукты, которые он ест, у них низкий гликемический индекс. Но что касается низкого или высокого гликемического индекса, инсулинорезистентности и прочих нюансов, у меня было много видео. Ссылки на некоторые я дам под этим видео, поставлю, чтобы вы могли разобраться. Сейчас про это говорить не буду. Ну и Егоров дальше говорит, что наш кишечник не как у коров, что он не создан синтезировать белок, поскольку дальше он эту тему развивает. Я дальше это поясню. Откуда, мол, мышцы у Артема? Ну вот он говорит, предполагает, что мышцы от того, что они были, и мало расходуется мышечная ткань, но все постепенно съестся. Потому что чудо, говорит, быть не может. И если человек не ест животный белок, то мышцы расти у него не могут. Вот прям давайте я сразу здесь скажу. И сейчас мой помощник поставит фотографию того самого итальянского по происхождению, но он жил, по-моему, в Америке, чемпиона, по-моему, по боксу, который в 104 года мог сгибать вот так двумя пальцами 25-центовую монету. Посмотрите, какие у него мышцы более чем в столетнем возрасте. Он был веганом. Я не буду приводить другие примеры, чтобы не раздувать данное видео, ведь я много раз приводил примеры, огромное количество раз, и врачей, ученых, которые прожили больше 100 лет, врачей различных, терапевтов, и педиатров врачей, и кардиохирургов, и прочих, и просто спортсменов, и простых людей, и которые были именно веганы, и были некоторые из них сыроеды, и жили долго, и мышцы были здоровые, крепкие. Тогда возникает вопрос, если это правда, а не верить своим глазам и фактам, ну, неправильно. Другое дело, если ты не знаешь какие-то факты, и знаний не хватает, ну, так надо их подтянуть, а не говорить на факты, на истину, так сказать, подстраивая под свои представления о жизни. И верование своя у врачей верование, по-больше, чем у религиозных людей порой, по многим вещам, к сожалению. Потому что на многие факты, которые противоречат их вере, врачи смотрят как на то, что это неправда, потому что не может быть правдой никогда. Просто вот таким образом. Но это как религиозные фанатики. Вот примерно так же бывает. Ладно. Да, наперед скажу, потому что знаю, вопросы будут. Ну, и люди невнимательны. Вот поэтому скажу, что под каждым видео, вот о том, о чем лектор говорит, или блогер, неважно, всегда есть ссылочки. Вот то, о чем он говорит, дается по ссылочкам под видео. Поэтому, если вас заинтересует какая-то наша продукция, там, приборы, продукты питания, иные товары, пожалуйста, заходите под видео, нажмете слово «Еще», ссылочки откроются и выберите там, во-первых, видео, ссылки на видео, о которых я говорил, чтобы вам удобнее было посмотреть, найти их. Ну, и вот те товары, кому это интересно, чтобы тоже удобнее для тех, кому это интересно, люди могли бы это найти. Дорогие друзья, я советую вам подписаться на мой канал в Телеграме. Мало ли что будет с Ютубом, а там вы сможете смотреть мои видео, которые я буду выпускать, впоследствии, если вдруг не будет Ютуба. Сейчас этот канал дублер, а под этим видео, по ссылкам, вы найдете и другие мои соцсети, где можно найти те или иные мои видео, выступления на разные темы. Смотрите ссылки под этим видео. Ну вот дальше Егоров критикует Грекова в том, что у Артема была обнаружена лейкопения, низкие лейкоциты, была тромбоцитопения. И вот, собственно говоря, иммунитет слабый. Ну да, хотя не болеет ничем. А нужно ли, спрашивается, иметь те же показатели, скажем, фрукторианцу, сыроеду, как и другим людям? Опять-таки, практика здесь очень многое могла бы показать. Вот почему в своей лекции уже, по-моему, вот с Кристиной, вот в этом видео, я и говорил, дорогие друзья, давайте собирать вот эту информацию и проанализируем. Потому что одно дело у одного человека, у другого. Но если мы увидим некую тенденцию и зависимости, тогда мы можем говорить, и это будет научный подход, что действительно, может быть, сыроеду или фрукторианцу, и то надо посмотреть, а были ли какие-то проблемы до перехождения на сыроедение, какой возраст был, какие болезни успел ли вылечить к этому моменту человек, болезни, или их вылечил, наоборот, только как раз переходом на сыроедение. Что-то еще делал, не делал препараты, не препараты, но, в общем, вот такая аналитика. Возможно, надо действительно составить некий, такой, знаете, конспект, таблицу, в которой будут пункты, которые нужно учесть, и все участники этого исследования будут это заполнять. Тогда, да, это научный подход, и мы сможем, наконец-то, сказать точно, вот правы те врачи, которые вот это заявляют, или не правы. Ну, хорошо, пока так. Да, Игреков уколы назначил. Сейчас мы тебе ибо 12 подтянем, и то есть, он говорит, подход неправильный. Егоров считает, что нужно питанием скорректировать, изменить, ведь это все из-за питания, как он считает, плохие анализы некоторые, и надо их обязательно до нормы подтянуть, вот этой медицинской, врачебной нормы. Значит, нужно сейчас взять и дать ему мясо, и прочее, и прочее, а не уколами. Вот, ну, хорошо. Ну, естественно, Егоров считает Артема фанатиком, как и греков. Мол, правильно он сказал, что он фанатик. Это, конечно, опасно, ведь люди могут, видя его, повестись. Ну, не все смогут иметь такой, и не имеют запас прочности, не все так молоды, не все, ну, и прочие факторы, что будут так же, на таком же питании выглядеть, и самочувствие у них будет такое же, как вот у Артема. У него еще ничего, держится, мол, а у других будет плохо. Кстати, знаете, огромное количество людей мне потом написало, ну, под этими разными видео, о том, что и я вот 10 лет на сыроедении, и я там это, и у меня только лучше, и хорошо это. Вот нужно собрать эти данные, я вот сейчас подумаю, как это сделать. Ну, ладно. Переходим к пункту 2. Он, наверное, даже более интересный будет. И, наконец-то, спустя год, даже полтора, ну, до этого тоже в течение года Андрей Счастье перестал свои лекции записывать, публичные, по крайней мере. И вот высказался о том, что я стал худеть, он чуть не умер, и одышкой все лежал, да, у меня... А анализы он не сдает, понимаете-ка? Я, например, сразу знаю, что у него какие параметры. Ну, вот, видите, и как раз Егоров рассказал о нем. Да, врачебная этика, он его не называет, фото со спины, ну, все ясно. Кто это такой? Вот вы видите сейчас фотографии, все прекрасно понимаете. Это Андрей Счастье. Оказывается, Андрей Счастье обратился к доктору Егорову с одной проблемой своей, которая его очень сильно расстроила. Это геникомастия. Можете посмотреть определение, что это такое. Это, безусловно, связано с гормонами. Сейчас я сначала скажу, что сказал сам Егоров, и потом поясню. Ну, конечно, он сказал, что если у Артема тестостерон был там в четыре раза меньше нормы, как у женщины, хотя и женские гормоны у него были вообще по нулям. И вот важна пропорция тут, кстати, тоже, на мой взгляд, не менее важна. Ведь если у него он прав и не врет, что у него все в порядке в плане с половой сферой и так далее. Но есть отклонение от нормы. Ну, то есть и по женским, по мужским гормонам отклонение в меньшую сторону. Но пропорция, вот меня интересует, она соблюдена между мужскими и женскими гормонами. Об этом доктора не говорили. То есть вопрос, нужно ли такое количество гормонов для тех людей, у кого иная биохимия, тела тем людям, у кого она иная на другом питании? Это ведь важно. И к тому же, не забывайте, мясоеды получают гормоны определенные и с животной пищей. Эти гормоны влияют на выработку наших гормонов. Безусловно. Это тоже они не учитывают врачи. Хорошо. Ну вот Андрея счастье он называет придурковатым ребенком. Ну, я общался, и даже была запись у нас, даже две, вторая в эфир не пошла. Конечно, он на жизнь, вообще на многие вещи смотрит как абсолютный нигилист и даже неадекватный человек в том плане, что ему плевать на любой чужой опыт вообще, на книги, любые. Не только, ну, если Милованов, например, считает тоже, что все эти анализы, это глупость, что витаминов не существует. Вот Милованов так, не существует и все. Ну, легче так сказать, когда ты не хочешь разбираться, терять время, учиться, так сказать, изучать. Проще всего, конечно, вот такие легкие эфиры выдавать, которые за пять минут экспромтом делаются, без всяких знаний, с поставлений, аналитики, без труда, в общем. Это хорошо. Ну, а Андрей Счастье дальше пошел. Он считает, что вообще человеческий опыт весь цивилизации, так сказать, великих людей, ученых, там, писателей, это глупость, это не нужно ни изучать, ни читать, это вообще ничто, ничего не доказывает, то есть полный нигилизм от слова Нихель, то есть ничто, полное отрицание, так сказать, всего. Он пошел дальше, чем, так сказать, герои Тургенева в Отцах и Детях, да? И вот он говорит дальше, что Андрей Счастье изменил до этого, ну, до того, как он к врачу обратился к Егору, свое питание, и он ввел туда что-то, вот он жаль не говорит, но я так понял, что он ввел жиры какие-то и, возможно, белки, я предполагаю, но до этого он долго не ел, был только на фруктах, ввел, может быть, резко, может быть, не знаю, и у него, конечно, тестостерон стал увеличиваться, и вот тут-то возникла генекомастия, потому что полжизни, ну, это он утрирует, как говорит, этого не было у него в организме, и это привело к тому, что гормоны свои резко при изменении питания начали синтезироваться, а это спровоцировало как раз генекомастию, ну, как бы произошло второе половое созревание, которое полностью ушло, и он, кстати, ему говорил, что год, скажем, он был в половом плане полностью на нулях, говоря корректно, и, так сказать, вот делает из этого вывода, конечно, он анализ, но это и так понятно, да, конечно, на нуле был тестостерон, и вот тут второе половое созревание, что называется, он делает вывод, что на сыроиде Андрей Счастья был истощен, правда, другой вопрос, что Егоров неправильно делает выводы по одному такому человеку, и потому, что он увидел, хотя, впрочем, он увидел противоположное, ну, да, с поправкой, что тот всего лишь полтора года, а Андрей Счастья там чуть не восемь лет или больше был на сыроиде, конечно, за этот срок логически, правильно, что истощиться в большей степени можно, ну, смотреть на него, конечно, было страшно, со спины прям, как из Ансвенсена, так сказать, там, ребра сзади просвечивались, ну, а выводы, вот тут самое интересное, какие выводы делает врач Егоров, что, во-первых, на сыроиде люди будут истощены рано или поздно, то есть, сыроиде для него просто вот как такая система питания, нюансы, ну, в нюансы Егоров не вдавался, Егоров делает вывод, такой, мы не травоядные, ну, это правильно, мы точно не травоядные, совершенно, абсолютно верно, но дальше вывод идиотский, мы больше хищники, что значит, во-первых, больше, ну, там, как кабан он привел в пример, или медведь, медведя, да, но дело в том, что мы вообще не хищники, если бы Егоров проанализировал, начиная от нашей морфологии, внешних признаков, до анатомии и биохимии, то вот, если говорить честно и с точки зрения науки, вот, не придумывая разные себе, знаете, такие отговорки дешевые, например, что это якобы у нас клыки, ну, у нас зубы разделяются на три типа, да, это резцы, клыки и жевательные, так вот, их начинают люди, а многие, оправдывая свое местоедение, начинают радоваться, что у нас же клыки, значит, мы хищники. Клыки у вас, по одному названию только клыки, что люди, вот, ученые решили так их классифицировать, вы можете ими что-то порвать, они у вас что, выделяются на фоне других зубов, или в ряд стоят с прочими, в ряд, даже у приматов, которые, многие из которых, не только, понятное дело, не хищники, но даже есть травоядные, то есть не плодоядные, как какие-нибудь макаки, а гориллы, например, траву едят, прям реально ботву, то у них, вы видели, какие клыки, в три раза выступают больше, дальше остальных зубов, так вот, это клыки, но не клыки хищника, а у нас даже клыков нет, только одно название, так, первое, у меня вышло видео клыки, посмотрите эту аналитику, второе, под названием, провокационным, мясо надо есть, вот там я все это обосновываю, с точки зрения биохимии, еще очень важный момент, почему у людей действительно получалось, улучшить самочувствие, даже перейдя на раздельное питание, там я это все тоже обосновываю, видео, раздельное питание, и наконец, в моем видео, 9 причин болезни, старое мое видео, я рассказываю, объясняю, что такое видовое питание, и что такое адекватное питание, что такое термообработка, что такое полное, и необратимое, денатурация белка, это такой термин, научный, есть, дальше доктор Егоров глумится над темой вегетарианства, что мол, духовность, ну многие люди на веганство переходят именно, как бы это сказать, по этическим вопросам, но он тут начинает глумиться про духовность, что это галимый хайп, мол, этих людей, он обвиняет людей, сразу, эту большую категорию, часть людей, во многих странах, кстати, 8-10% есть веганов, этических, и он обвиняет этих людей, ну по сути, в двуличии, либо в обмане, то есть, что это, мол, хайп от таких людей, поскольку люди, от природы, как он считает, пытаются отойти, оторваться, как раз вот тут его большая ошибка, а мы, говорит Егоров, животные по сути, как интересно, во какая философия, ну тогда давайте, коль мы не люди, и духовность, и все, что свойственно, и отличает человека иное, его нравственность, духовность, и так далее, прочие человеческие качества, то, что отличает нас от других животных, да, в плане животного, организма, тела, биохимии, мы, конечно, и относимся к млекопитающим животным, тут все понятно, но он-то как раз четко говорит, что, мол, это все дешевка, весь этот галимый хайп, что, связанный с духом, мы животные, ну давайте тогда по такой логике, Коля, мы такие животные, про которые Егоров говорит, давайте, будем по праву сильного тогда отбирать, насиловать, убивать, грабить, оправдывая тем это, что в нас якобы говорят одни инстинкты, о нравственности, духовности, никакой и не существует, потому что, если мы, двуличные настолько, что мы будем говорить, что, ну ладно, к человеку еще применимы какие-то особенности, и, скажем, критерии, принятые в человеческом обществе, то, конечно, к животным нет, поэтому животные для нас корм, никакой духовности здесь быть не может, никакой жалости, сострадания и так далее, но вы знаете, что с такого уровня, мы легко переходим и на второй уровень, когда уже и часть людей для нас, является, не людьми, и что этих людей, всего лишь по той причине, что у нас другое мнение, оно может быть ошибочное, и идеология может быть нечеловеческой, например, нацистской, фашистской, то мы только лишь по этой причине, будем убивать, уничтожать других людей, которые придерживаются, например, противоположной антифашистской идеологии, а это все звенья одной цепи, я не передергиваю, поэтому от природы-то как раз, поскольку мы можем это все осознавать, и часть людей, большая часть, но это от воспитания общества зависит, и это прекрасно понимает, и стремится, по крайней мере, к духовному, в том числе нравственному росту, то интеллектуальному, это все связано, то вот как раз мы и не животные в этом смысле, как раз, а только в плане физиологии, да, но эта физиология над духовным, как говорится, человеком, над развитым человеком, не должна руководить, а как раз разум наш и нравственные черты, свойства и качества должны возобладать, превалировать и руководить человеком в его жизни, а с такой философией, как у гражданина Егорова, врача, мы далеко, как в одном фильме, было сказано, далеко не уедем. Ну, а теперь давайте я скажу вам, почему же у Андрея счастье, по крайней мере, я всего не знаю, причин может быть здесь много, но я вижу, и с самого начала видел одну очень важную черту, не помню, говорил я ему лично об этом, когда он ко мне в Подмосковье приезжал домой, и мы с ним видео записывали, не помню, но скажу лишь то, что вы видели, что он всегда ходил голым, ну, голые ноги были у него, то есть по асфальту, то есть ладно бы он был где-то там в экопоселении, жил и босиком ходил, хотя лучше бы в лаптях тогда, честно говоря, и не просто так, так сказать, крестьяне раньше ходили все-таки в лаптях, а не босиком, ну, по крайней мере, не всю жизнь ходили босиком, а говоря о жизни в городах, а ведь Андрей счастье жил-то как раз в городе, он урбанист по сути своей, ну, и вот он, вы представляете, с какими инфекциями он сталкивался, но инфекции это бактерии, вирусы, грибки, это ладно, тут еще можно говорить о каком-то крепком иммунитете, что он переборет грибки, вирусы, бактерии, хотя это, конечно, тоже отчасти только лишь так, но не всегда, а вот говоря о паразитах, дорогие товарищи, нет, он видео записывал, когда он ходит по рынкам, в том числе, где харкают, плюют, курильщики, больные туберкулезом, люди, у которых разные инфекции, инвазии, глистные, в том числе, и вот он по всему этому ногами своими ходит, да пусть он их потом моет, хотя я не уверен, а, он, кстати, говорил, что я там полгода не мылся, или что-то специально там, я не загрязняюсь, потому что я чистый изнутри, да, но только изнутри так не думали паразиты, которые в нем были, а поскольку паразиты, как я говорил, ну это гельминты, круглые и плоские ленточные черви, да, есть у всех людей без исключения, заразиться легко, я, дорогие друзья, еще раз вам советую, жизненно важную, без преувеличения этого слова, этой фразы, мою лекцию посмотреть, старую от 14-го года, про паразитов, четырехчасовые, вы узнаете, каким образом, как паразиты развиваются в организме человека, какие виды, основные, конечно, не все, и вот на территории России и Европы, значит, какие наиболее опасны для нас, каким заболеваниям мы подвержены, какой цикл развития внутри, является ли человек промежуточным хозяином или конечным, ну и так далее, и так далее, и что же с этим делать, чтобы не убить себя, печень, свою почки, а то начинают, думают, ну а я вермокс декарис, там сейчас приму, и так далее, ну и будет потом рак крови, рак желудка и так далее, и, так сказать, печени и прочие радости, ну зачем это нужно, не, ну кому-то наплевать, кто-то верит, что если бы это было так, это бы не продавалось в аптеках, вот, просто прекрасно, святая простота наимная, ну вот, и вот я вам скажу, что у Андрея счастье, конечно же, есть и были паразиты, а если есть паразиты, ну возьмем, например, широкого линца, бычьего цепня, например, то иногда их длина достигает нескольких метров, и своими членниками, всей поверхностью, они всасывают питательные вещества, откуда? Прямо из кишечника, то есть человеку, чтобы он не ел, не хватает питательных веществ, идем дальше, что-то переваривается бактериями, например, та же клетчатка, и синтезируются, этими нашими кишечными, симбиотическими бактериями, витамины, аминокислоты, но дальше по ходу движения к анусу, так сказать, у нас что, тонкий кишечник, дальше переходит в толстый, там теоретически может всасываться и практически тоже часть питательных веществ, хотя в основном в тонком кишечнике, однако и в тонком есть паразиты, и если в толстом, те же острицы, которые есть, ну у каждого третьего, и что тогда будет? Тогда будет на каждом звене по пищеварительной системе отъем питательных веществ, а если есть еще, например, аскориды, которые в тонком кишечнике пробуравливают его, и питаются, ну взрослые особи, кровью, одна взрослая аскорида 30 мл крови в день может выпивать, 10-300, а что такое кровь? Это белки, это же форменные элементы, тромбоциты, лейкоциты, те самые ретроциты, это белки, это гормоны, это ферменты, это все белки, тогда как-то не крути, и какого бы синтеза аминокислот, протобелка, бактерии кишечные не производили, а они должны производить, и тут две проблемы, паразиты, которые это изымают, и дисбактериозные состояния, которые не позволяют в полном объеме питательным веществам всосаться в кровь, а далее кровью разнестись по всем клеткам организма, и напоминаю, в каждой клетке нашего организма, в органеллах, которые называются рибосомами, происходит сборка белка, это называется биосинтез белка, второй по сакральности, значимости, глобальности в природе, процесс после фотосинтеза, основополагающий процесс, и любые белки, попадая в организм, животные, растители, они должны разбираться до мономеров, до аминокислот, которые должны всасываться, как это должно быть, в тонком кишечнике, в кровь, кровью, этой уникальной соединительной тканью, разноситься во все клетки организма, и там в рибосомах строятся белки, в митохондриях идет образование АТФ, разные другие органеллы, маленькие органы такие, в каждой клетке, выполняют свои функции, задачи, это все нормально. У многих людей, я знаю таких людей, это однозначно, получается теми или иными способами, частично или в полной мере, но в полной вряд ли, эти проблемы не получить, определенные, которые мешают нормальной перестройке биохимии и функционированию в новых условиях нашему организму. И вот Артем, да, допустим, хотя и другие люди, у них при фрукторианстве средней может быть все нормально, может, но когда может? Когда нет этих вредных факторов воздействия, но у большинства-то людей подавляющего есть, особенно у людей самонадеянных и глупых, которые отмахиваются и считают и науку глупостью, а зачем? Если я тут такой уже гений, экспериментатор, достиг таких высот, и сейчас, но жизнь показывает другое, я знал, что у Андрея счастье говорил про это. Будут проблемы потом, но вот он скрывает, конечно, это все, хотя что тут наоборот, но может он потом это как свои заслуги и достоинства, наоборот, как такие великие эксперименты, и опять скажем, была ошибка не стратегическая, а вот по факту выполнения или чего-то. Короче говоря, отсутствие у него знаний не освобождают его от ответственности, так сказать, физиологии и биохимии. Вот, и он поплатился в этом плане, сейчас он пытается реабилитироваться, конечно, гинекомастия, так сказать, лечится, правда, в такой острой форме, при ослабленном иммунитете, сложно, ну, все проходит, как было надпись на одном кольце, такие философские, я бы сказал, гениальные изречения, в частности, вот, все проходит, действительно, и жизнь проходит, и болезни проходят, так или иначе, но лучше, конечно, чтобы вовремя использовать для человека. Ну, вот, поэтому я все надеюсь, надеюсь, что мои лекции, которые все-таки по факту очень важны, просто не все это понимают люди, вот это жалко, конечно, обидно, помогут тем людям, кто все-таки хочет, и понимает, что здоровый образ жизни все-таки очень многое дает. Огромное количество людей на сыроедении избавляются от своих проблем, ну, конечно, я только советую комплексно подходить к вопросу, а что касается голодания и очищения, сначала мою лекцию о очищении и голодании посмотреть. Обязательно два раза в год проходить антипаразитарную программу. Многие люди за всю свою жизнь наглотались, что называется, из воды, воздуха и еды, тяжелых металлов, радионуклидов, это третья огромная проблема. Помимо паразитозов и дисбактериозных состояний. И с этой проблемой нужно бороться. Посмотрите мое видео, как вывести тяжелые металлы и радионуклиды из организма. Если решить первое звено проблем, пройти антипаразитарную программу, ну, далее, соблюдать правила гигиены, не ходить голым по захарканному, так сказать, и где собаки гадят, которые через кал передают паразитов, ветер, майский, солнечный денек, как говорится, это все разносится, ветром и яйца гельминтов распространяются и на детских площадках, и так далее. Это реалии жизни. И поэтому два раза в год всем надо проходить антипаразитарную программу, всем, ну, это чтобы быть здоровым, Потом, пройти программу, тоже месяц всего лишь, чтобы вывести тяжелые металлы, радионуклиды из организма. Потом уже решение других проблем. Если есть грибковые поражения, это уже отдельная тема. Не дай бог, какие-то серьезные заболевания, я уж не говорю про онкологию, но, правда говоря, про онкологию тут первых два этапа, времени иногда нет у людей, чтобы вот поэтому нельзя запускать. Потому что, когда онкология, тут уж нужно, хочешь не хочешь, а сразу переходить, день не терять, комплексную программу лечения онкологии. Вот такая ситуация. Интересно мне, ну, посмотреть, чем дальше закончится и продолжится эксперимент Артема, других людей. Я все-таки, наверное, сделаю такую таблицу или опросник, и чтобы люди заполняли в процессе своей жизни. Вот время только надо найти, подумайте, найти время. А пока я приглашаю часть вас, зрителей, вот к такой дискуссии. Например, кто-то найдется, как Кристина, и напишет мне письмо. Юрий Андреевич, я бы тоже хотел или хотел рассказать свою историю, как я вылечился или вылечилась от тех-то болезней, изменив питание, или по вашим методикам, или... И вот мне было бы интересно побеседовать с этими людьми, но кто не против будет на всеобщее обозрение потом, чтобы я это выложил для всех зрителей, потому что в процессе беседы я буду задавать много вопросов, получаю ответы, буду давать аналитику, а почему получилось у вас так, а не иначе. Это же все связано, я эти связи понимаю. Поэтому вот такое мое предложение. Ну, а завершая эту тему, видите, у врачей нет единого не мнения, а единых знаний и обоснований, понимания, и вот, может быть, даже объема знаний не хватает порой, или желания анализировать, причем беспристрастно, а ведь многие подходят, неважно какой ты специалист в чем, но через парадигму своих верований порой, убеждений, которые основаны не на знаниях, а на вере. Ну, вот это плохо. Поэтому вот будем продолжать, я думаю, такие дискуссии, мне интересно, и это вполне. Ну, а подстегивают меня к таким, вот, скажем, видео, как сейчас, так сказать, подобные аналитические или околоаналитического уровня выкладки в видео, которые мне присылают иногда зрители, а я иногда, ну, они меня заинтересовывают, кто-то так написал, слушайте, а не про Андрея или счастье видео вот этот доктор Егоров сделал, я прям, мне так было интересно, я посмотрел, потому что раз там в полгода я захожу к нему на канал, смотрю, нет больше видео, помню, что с ним случилось в последнее время, чахнуть, чахнуть стал, но при этом хорохорился. Ну, и вот мне же это интересно, чем дело закончилось, ну, пока вот промежуточный этап. Что дальше? Вот мне было бы интересно услышать это от самого Андрея, так сказать, даже, может быть, провести с ним беседу, если бы он захотел, конечно, ну, по скайпу сделать несложно сейчас, легко. Ну, пожалуй, на этом все, что ж, будут у вас вопросы какие-то, дорогие товарищи, зрители, пишите под этим видео, какие-то, так сказать, предложения пишите, ну, а те, кто прям вот хочет провести подобные дискуссии, как это было с Кристиной или с Артемом, пожалуйста, я готов. А будут вопросы, отвечу в рубрике ответы на вопросы. Вот недавно было одно новое видео, вот сейчас будет второе, скоро накопились уже вопросы, которые просто необходимо пояснить, дать ответы. Всего хорошего, до новых встреч!